Поставил биполярный транзистор D718 И в затворе, то есть в базу его идет 80 Ом, кажется, или 50 Ом, или 55, что-то такое, резистор. И у него очень медленный фронт закрытия, но почему-то даже, когда медленный фронт закрытия, писков больше эффектов, чем когда все нормально, быстро закрывается. Но тут снабер теперь снят. Я покажу на коллекторе сигнал, и должен быть слышен звук, как-то писк, когда загорается. Лампочка, скважинность тут маленькая. Горит он, очень греется, потому что медленный фронт закрытия и потери линейных кнопок. Вот тут он открывается, тут он у вас закрывается. Вот он какой медленный. Ну тут может не только потеря, он греется сильно из этого, он может еще сильно греется, что недостаточно тока на базе и на коллекторе падения каких-то, допустим, 3 вольта. Если бы на базу падать больше ток, тогда падение на коллекторе будет, допустим, 1,3 вольта. Вот он открывается, потом закрывается, потом какая-то непонятная вещь происходит, потом почему-то снова как бы открывается. И вот такой сигнал. Если я параллельно попробую поставить там у 50 Ом резистор, 10 Ом резистор, тогда вот этот сигнал открытия немножко удлиняется, и фронт закрытия становится более резким. Вот. При старте слышен какой-то эффект. На полевом транзисторе такого эффекта нет. И еще у меня есть вот такой немножко попорченный драйвер, этот хороший, так я ставил этот попорченный. И тогда фронт закрытия на этом, он тоже попорчен так, что он закрывает нехорошо. И поэтому я поставил тут 100 Ом резистор, чтобы более резко он закрывал. Он тогда закрывает где-то 100 наносекунд, кажется. И он достаточно этого резистора и этих 100 наносекунд, и транзистор нет никаких ощущений, чтобы что-то там изменилось. Может немножко больше он греется, но это очень несущественно. Я поставил драйвер на эту цепочку. Тут 2,2 нанофарада конденсатор, и тут резистор, тема Ом и диод. Вот тут его, это белая черточка, вот тут стоит. Он так и должен стоять. Если кто-то ставит белую черточку вверху, это неправильно. Белая черточка должна быть на минусе. Минус идти. Вот хочу показать эстелограмму, какая она с дрейнфером. А теперь вот пизг был. Теперь Вот ничего такого не изменилось, насколько я вижу. Никаких колебаний нет. Попробую отключить. Вот отключила. И ничего особо не изменилось. Это я включил пачки. То есть не пачки, а один импульс, но вот этот. Да. Так. Так. Ничего не происходит. Вот он тут открывается, потом тут какой-то выброс, тут закрывается. Он как-то начал работать ненормально, видимо от самовозбуждения какого-то. Вот он теперь уже начинает сам работать. Вернулся в прежнее положение. Может это из-за этого Dreamfer. Вроде бы в прежнем положении. Покажу теперь как сильно различается осциллограмма на другом транзисторе, который полевой. Опять пошел писк. Вот открывается и идет выброс. Острый. Там никаких острых выбросов нет. Потом тут номер пять какой-то. Вот этот транзистор что-то неправильно работает. Он самовозбуждается. Попробую скважинность увеличить. Там наверное рыбки появились, потому что он от наводок работает неправильно. На токовом колечке можно посмотреть, что там будет. Рыбки должны быть. Такие маленькие видны изменения амплитуды. Как бы ловляться. Как бы рыбки начали слабо. Этот очень горячий. Это вообще не комнатная температура. Вот допустим я включаю. Загорелась лампочка. Двести ватт. Частота пятьдесят семь делится на два. Важность шестьдесят девять. Там где-то тридцать процентов. Тридцать пять. Лампочка где-то горит на вольт. Пятьдесят может шестьдесят. Тут пищит от этого наводка. Мой стеллограф еще пищит. На камере может все сольется. Ничего не будет толком слышно. Если поставить еще вот снабер, тогда писк немножко усиливается и чистота вроде бы понижается. Такая стеллограмма на токовом колечке. Как бы он на самом деле это не токовая. Потому что там резистор один килоом стоит. А нет, теперь он стоом стоит. Уже более-менее токовая. Вот у меня тоже похоже как и тут вот. А тут палец показывает где должен импульс быть. А где пачка должна быть. Вот тут вот в этом месте один транзистор открыт. Вот тут где-то вот виден такой. Немножко такая помеха. Вот этот транзистор открывается. А тут он закрывается. То есть тут скважность где-то 35-30 процентов. Потом тут вот где тайм. И тут он опять где-то должен закрываться. В этом месте он должен открываться. И вот тут вот как раз он показывает, что тут должна быть идти пачка импульсов. То есть на открытии. Если он тут не льет. Вот у меня вроде похожая вот целограна. Вот тут закрывается транзистор. Тут он где-то открываться должен. Вот пропал писк. Я подключил параллельно постону на фарад. То есть три последовательных конденсатора. на выходе этой шестифилярной катушки. Параллельно шестифилярной катушки. И тогда немножко, чтобы грамма поменялась. И писк только в начале есть. Я чистоту не менял. Продолжение следует. Попробую с пачкой запустить. То есть не с пачкой, у меня тут один импульс нензел. Вот, длительность где-то, кажется, 300 на секунду или около того, 300-400, кажется. Вот, длительность. Вот, длительность. Вот, длительность. Вот он теперь где-то на открытии должен, по-моему, попасть. Но ничего не происходит. Чистота Тесла где-то. 1,7, 1,6 МГц. Вот теперь на закрытии где-то бьет транзисторы. А частоту Теслы тут... Теперь на одном импульсе никак я не проверю, только можно проверить. С этим осциллографом. Покажу как. Кладу осциллограф рядом антенны. Транзистор прям весь горячий, сильно греется, а этот нисколько. И пока все более настроен. Транзистор прям весь горячий. Вот, где-то 4 наносекунд клетку. Настроил. И теперь включаю. Вот он показывает уже амплитуду. 1,72 МГц. Достаточно... Нужно хотя бы один период иметь, чтобы потом ему частоту назвать. Могу допустим подвинуть вот этот индуктор. 1,63 уже. Если феррит немного на Суле. 1,44 МГц. Слушаем как в нем идет какой-то запах. А вот этот транзистор очень сильно греется. вот лампа горит где-то на 50-60 вольт. А когда произойдет правильное попадание, тогда она должна загореть на 220 вольт, по идее. Амплитуда эта очень сильно подскочить, что даже не будет хватать деления. Нужно будет уменьшить деление. Из-за края будет уходить. Амплитуда есть. Здесь неправильно попасть. Амплитуда. 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 У меня ничего такого не произойдет. Продолжение следует 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 Продолжение следует... 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 И поэтому он так много потребляет, не на каждую верхушку И тут, и тут, и тут нет Он так просто более-менее наводок ловится Я могу сделать, чтобы было по-другому Но тогда это будет какое-то сопротивление иметь Там как-то не очень четко работает Так он докручен до максимума И он как бы его то самое, что его нет То самое, что его нет Но тогда зато бьет на тут и тут И так бы бил, вот так Подвигаю через генератор фазу А то через это двигая и изнашивается Вот этот регулятор Поехали Продолжение следует... 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 Продолжение следует...